Спасаясь от войн, которые раздирали их родную планету Кибертрон, большинство автоботов избрали своим временным домом Землю. Под руководством могучего Оптимуса Прайма, доблестные автоботы мужественно сражались против нападок злобных десеппеконов, защищая своих новых друзей-людей. Сейчас идет 2006 год. Автоботы вновь вернулись на родную планету Кибертрон, открыв тем самым ее Золотой Век. Они вновь объединились со своими товарищами из других районов Галактики, такими как Бравый, гигантский космический шаттл, Блэр, который всегда торопится, Ворчун, мудрый старый воин, Вилли, который всегда говорит стихами, Спринтер, боевой вертолет, Арси, могучая амазонка и ремонтник, лидер автоботов, которые поселились на планете Утилион. У автоботов теперь новый вождь, родом из Прайм, который у нас следовал от Оптимуса Прайма Матрица Управления. Являясь хранилищем мудрости, накопленной автоботами за миллионы лет существования, эта матрица помогает Родомесу в самые трудные минуты продолжать борьбу против владычества злобных десептиконок. Десептиконы — это свирепые, кровожадные боевые роботы, жестокие и безжалостные. Ими движет единственное стремление — полное порабощение Вселенной. В ходе войны, которую десептиконы вели с автоботами миллионы лет, иссякли источники энергии их некогда богатой родной планеты Кибертрон. В надежде найти новое сырье для Энергона, их основного топлива десептиконы вслед за автоботами прибыли на Землю. Что это? Лазерник, приготовься к воздушной операции. Уничтожение! Под предводительством безжалостного мегатрона десептиконы по-прежнему пытаются окончательно разгромить силы автоботов. Они наносят удары на Земле и в космосе. Базой их является секретная подводная станция. Но к 2000 году стало ясно, что десептиконы терпят поражение и в последней Великой войне. Чтобы увеличить силу десептиконов, мегатрон на зловещей планете Юникрон был превращен в нового могучего робота Гальватрона, который возглавил новый натиск десептиконов. Но к 2006 году десептиконы отступили на покинутую планету Чар, мир пепла и лавы. Гальватроны, его подручные Свипы и Циклон, а также злобный Кнут продолжают терроризировать Вселенную. Их цель вернуть Кибертрон и уничтожить автоботов. Квинтессоны — зловещие создания роботы с пятью сторонними головами. Каждая сторона с разным лицом, включая и лицо смерти. Они передвигаются на лучах энергии. Эти совершенно лишенные эмоций существа и создали миллионы лет назад всех трансформеров на планете Кибертрон. Квинтессоны не предполагали, что их умные машины станут эмоциональными. И однажды трансформеры восстали против своих хозяев и изгнали их против Кибертрона. Квинтессоны поселились на планете, которую назвали Квинтессой. Там они вели скудное существование вместе с хищными жуликонами. Зловещие, амбициозные, лишенные индивидуальности и разума, жуликоны служат полотями своим хозяевам, которые бросают им в жертвы в жуликонову яму. Но потом Квинтессоны решили взорвать свою родную планету. Они пытаются помешать пленникам-автоботам и их друзьям-освободителям сбежать. Но их план по уничтожению автоботов провалился. И теперь, не имея собственной планеты, они вместе с жуликонами скитаются во Вселенной, нападая на всех, кто попадется им на пути. Их цель вновь захватить Кибертрон и уничтожить всех автоботов и Десептиконов. Они очень хитры и предусмотрительны, и поэтому они смогли заставить Десептиконов помогать им в достижении своей цели. Десептиконы в Атаку! Очень скоро Кибертрон не депрошит. Вулканический штаб автоботов на Земле был уничтожен во время налета Десептиконов. Теперь, в 2006 году, город автоботов стал новой базой автоботов на Земле. Город автоботов одновременный трансформер, именуемый Метроплексом и способный трансформироваться из городского бастиона в боевую станцию и в гигантского робота. Метроплекс является самым мощным защитником автоботов. Этот робот приходит на помощь, когда не помогают никакие другие средства. Метроплекс — наш самый храбрый воин! Когда Метроплекс трансформируется в робота, из нескольких его модулей образуются небольшие роботы. Шестизарядник — идеальный боец для любого сражения. Слеммер-танк и скемпер-бронеавтомобиль патрулируют дороги города Метроплекса. Стремясь воспрепятствовать утверждению Метроплекса на Земле, Десептиконы создали город Десептиконов Триптикон, который может трансформироваться в боевой бастион, становясь подвижной боевой установкой с двадцатью четырьмя лазерными пушками. Триптикон способен принимать форму динобота, чудовище, которое в образе динозавра давит все на своем пути. Метроплекс и Триптикон — смертельные враги. Где бы они ни встретились, они вступают в сражение, и тогда завязывается страшный бой. Кто же из них падет жертвой этой страшной титанической войны? Кто же победит в ней, проклятые Десептиконы или автоботы? Кто же из них? Подобно необузданным силам природы, вредиконы, свелепые роботы, полные ярости, всегда полагаются только на свои животные инстинкты. Вредиконы всегда готовы идти в бой. Их атака подобна взрыву. Это перевал, штурмовик, который может засечь цель с высоты в целую мирю. Натиск — злобный зверь, высота прыжка которого достигает 500 футов. Примолоб — носорог, способный пробить каменную стену толщиной 8 футов. Буйвол, который всегда прибегает к грубой силе, а командует отрядом вредикона призакла, когти которого рвут сталь. Вместе они составляют чудовищную силу вредителя, короля вредикона. Вредиконы — слияние! Вредитель! Вредитель не имеет себе равных, как воин. Он обладает оружием, которое может нанести удар в 500 тонн без перенапряжения его управляющих цепей. С помощью вредителя десептиконы способны захватить любую планету, какие бы варвары ее не населяли. Автоботам приходится искать новую защиту против этого чудовищного механизма вредителя. Из секретных файлов Телетрона-2 во времена Мегатрона десептиконы создали боевых хищников, используя кассетную технологию. Первым был лазерник. Он мог незаметно проникать в любые помещения, записывать информацию и возвращаться на базу. В дальнейшем десептиконы расширили свои шпионские возможности с помощью крысака. Маленький крысак может тайно проникать даже туда, куда не способен проникнуть лазерник. Обладая особыми возможностями, заложенными в его программу, крысак, незаметный на фоне космоса, узнает о самых секретных разработках автоботов. В ответ на шпионскую систему десептиконов, автоботам пришлось создать службу контрразведки, состоящую из кассетных роботов во главе с бластером. Она состоит из бодуна, нохорога, обладающего невероятной силой ударов, и стального, способного преодолевать любые препятствия на любых планетах в поисках десептиконов. Автоботы усилили кассетный отряд реверсом и эффектом, способными трансформироваться в роботов с исключительной системой снайперского огня. Из секретных файлов Телетрона 2 Мы знаем, что Ультрамагнус один из самых опытных и влиятельных автоботов. Как солдат он крайне практичен и очень осторожен. Осторожнее! Он настолько любим товарищами, что Вилли и Дэнни преодолели миллионы миль лишь за тем, чтобы попасть на астероид, где хранятся архивы автоботов и выяснить дату рождения Ультрамагнуса. Трансформируясь, Ультрамагнус превращается в бронетранспортер, машину, боевые качества которой превзойти невозможно. Его мужество внушает чувство уважения даже врагам десептиконом, но более всего страшит их его самоотверженность. Интересы друзей автоботов и интересы дела для него превыше всего. Не думай обо мне, главное сейчас шаттл от него зависит мир на планете. Ультрамагнус. Ультрамагнус.